Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Сегодня у нас манты или манты, как их правильно называют. Рецепт будет в описании под видео. Вы можете перейти и приготовить точно-точно такие же, как у нас. Мы снимали рецепт достаточно давно. И он, кстати, неплохо набрал просмотры. Вот что у нас здесь. Оливочки, как всегда, имбирь, огурчики. Это покупные консервированные. Я их, если честно, не очень люблю. Здесь очень много. Уксуса. Вот я не знаю, почему производитель так много уксуса кладет. Потому что это не очень вкусно. И болгарский перец. Такой красавчик. Приятного аппетита, если вы тоже сейчас кушаете. Я сегодня, наверное, буду отвечать на ваши вопросы. Точнее, наверное, на один. Потому что я долго размусоливаю это все. Вот обожрусь и пойду в спортзал. Заниматься. Как я и обещала, буду отвечать на вопросы, которые вы задавали под последние фотографии в моем инстаграме. Так что обязательно переходите и там задавайте вопросы, которые интересны именно вам. Мадина задает вопрос. Мадина, тебе огромный привет. Привет, Айка. Заметила одну особенность. Блогеры начали вдаваться в другие профессии, особенно в психологию. Как же раздражает, когда твой любимый блогер начинает постоянно втирать про эту психологию, на которую надо учиться в универе, а не просто заканчивают курсы и дурят людей. Почему я решила ответить именно на этот вопрос? Потому что я тоже заметила эту особенность. Но я в корне не согласна с вами. Когда блогеров отключили монетизацию, подписчики, где-то на 60%, очень сильно радовались этому и говорили, ура, наконец-то. Наконец-то они не будут зарабатывать. А как только блогеры находят какие-то альтернативные способы с заработком, так опять же подписчикам это не нравится. Вообще я заметила одну особенность. Когда человек начинает заниматься чем-то новым, это могут быть не только подписчики, а просто ваше окружение. Люди почему-то не верят в вас. И только после того, как у вас что-то получается, и они видят реальные результаты, только после этого они начинают вас хвалить и говорить, я знал, я в тебя верил. А до этого вас никто не поддерживает. И я уже привыкла. Я считаю, что психология сейчас очень востребована. И реально большими шагами идет вперед. Поэтому неудивительно, что люди хотят занять эту нишу. Еще плюс она очень хорошо оплачиваемая. У блогера изначально уже есть какая-то аудитория. И ее или его уже знают люди. И так, наверное, проще начинать. Любой вид деятельности. Неважно, это бизнес или что-то другое. Например, вы помните, мы одно время хотели продавать грузинские хинкали. И реально очень хорошо все продавалось. А все знаете почему? Не потому, что у нас такие вкусные грузинские хинкали. А потому, что у меня уже есть аудитория, есть потенциальные клиенты, которые время от времени заказывали. Поэтому я в этом ничего зазорного не вижу. Я вам более скажу. Я сама все больше склоняюсь к тому, что мне нужно найти хорошего психолога. Хотя год назад я просто посмеялась бы над этим. У меня есть недоработанные моменты, связанные с моей личной жизнью, так скажем. мне бы хотелось кому-то выговориться. И раньше я как-то считала психологов вообще невостребованными профессиями, и что это не нужно. А сейчас нужно мне самой. И то, что психологов становится много, это хорошо. Еще бы качественно относили информацию, было бы вообще шикарно. Но хочется пойти к хорошему специалисту. А у хорошего специалиста такой ценник. Мама не горюй, но все равно я планирую начать ходить. Несмотря на все это. Мне нужно кому-то выговориться. Я вот чувствую, что мне это необходимо. Хотя, если, например, спросить мою маму, она считает, что просто крыша поехала. У меня такая проблема. Хотите, я даже расскажу вам. Мне никто не нравится. Я, например, общаюсь с человеком, потом он меня начинает раздражать. Вот хочется любви, какой-то эйфории и так далее. Вот вы скажете, наверное, люди не те или так далее. Я думаю, дело не в людях. Дело во мне. Вроде бы человек, например, подходит по всем моим параметрам, но меня раздражает. Мне не нравится. Вообще никто не нравится. Мне кажется, это какая-то психологическая проблема. Вот. Но, возможно, я и ошибаюсь. Посмотрим, что скажет психолог. Я, наоборот, считаю, что меня окружают просто замечательные люди, очень терпеливые, хорошие. Мне везет в этом плане. Но проблема здесь, чисто во мне, в моей голове. И я прям чувствую острую необходимость психолога, которому я могу подробно все это рассказать, все свои чувства, эмоции. Сейчас наверняка многие подумают, что я просто придумываю себе проблемы, от нечего делать. Вы знаете, я сама тоже так считала. Я считала, что депрессия у людей тоже из-за того, что им просто нечем заняться. Я даже однажды в видео это сказала. Меня жутко за это захейтили. Мне кажется, меня может понять человек, который тоже был в такой же ситуации. Я тоже смотрела на блогера. Она сейчас снимает чисто про психологию. Но я бы даже больше сказала. Она очень интересно снимает, очень информативно. И многие там в комментариях пишут, вот ты не закончила универ. В принципе, если так посмотреть, универ можно закончить таким способом, что за каждый экзамен ты можешь платить деньги, но у тебя на руках будет бумажка. А кто-то может заняться самообразованием, изучать самостоятельно всю эту литературу и при этом быть хорошим профессионалом. Хорошим специалистом в этой области. Поэтому это совершенно не показатель. Кто тоже увлекается психологией, напишите, пожалуйста, мне. Я думала, не съем. Вы знаете, даже не наелась. Мало было. А так, если, например, просто представим на один момент, что интернета больше нету, или мне разонравилось снимать видео на YouTube, чем бы я занялась. Вот, например, психология, на мой взгляд, это не мое. Я человек, который сам нуждается в психологии. Не то, что объяснять кому-то причину его проблем. То есть мне, например, нравится, очень нравится ухаживать за животными. Я это поняла, когда Твиксик болел, и там были другие котики в очереди, и я сама им помогала ставить капельницы. Мне настолько это нравилось. Тем более у нас в Азербайджане, чтобы работать ветеринаром, не нужно заканчивать универом. Какие-то курсы ты проходишь, и все, можешь работать. Я бы с удовольствием просто этим занялась. Вот у меня подруга, она учительница, ей тоже безумно интересно психология. И мне кажется, из нее бы получился просто офигенный психолог. Потому что каждый раз, когда мы видимся, я ей рассказываю о каких-то своих проблемах, переживаниях и так далее. Она находит какие-то слова, после которых мне становится как-то проще, что ли. Я вообще скажу вам так. Я могу общаться, например, долго с человеком, но, например, мне не хочется рассказывать ему о своих проблемах. Каждый раз, когда человек меня спрашивает, как твое настроение, я говорю, супер, отлично, все замечательно. Не потому, что у меня действительно все так хорошо, а просто потому, что не каждому человеку я могу открыться. Я могу рассказать о своих страхах, переживаниях и так далее. Редко я могу найти человека, с которым реально я могу поделиться самым сокровенным. Хотя, наверное, люди даже не подозревают об этом и думают, что я суперпозитивный человек, и у меня все замечательно в жизни. Надеюсь, что мои разговоры вам не показались каким-то бредом, и вам было интересно меня слушать. А если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!